Сегодня у нас с вами планерочка структуры Кононовых. Я буду очень рада вас поздравить. Общепроектных поздравлялок, как вы знаете, в этом каталоге не было. Но ничего страшного, свои поздравлялки мы с вами, как всегда, по традиции проводим. В первое такое окошечко, посреди недели стали проводить, потому что по выходным много кто сейчас ездит в огород и так далее. И выходные мы сейчас решили не задевать, так как уже много у кого огороды и так далее. Ну что ж, мы с вами сегодня подводим итоги по каталогу номер 5 2018 года структуры именно Кононовых. Итак, товарооборот у нас с вами получился 239 тысяч баллов, 837,93. Да, то есть эта сумма немножко меньше, чем в прошлом каталоге, потому что апрельские каталоги, в принципе, из года в год они такие и есть. Да, то есть очень сложно подтвердиться, сложно подрасти в апрельский каталог. Вот, и, конечно же, все молодцы, кто открыл новое звание, потому что у нас с вами есть подтвердившийся директор, у нас с вами есть новых две топ-лидерских заявочки, и у нас с вами есть два новых вип-консультанта с уровня вип-18, да, вот, и также у нас с вами есть такое вот количество новичков, что у нас с вами скоро-скоро-скоро уже, может быть, в следующем каталоге структура Кононовых будет круглая цифра, я ее очень жду, это 40 тысяч человек. Пока что немножко не хватает, но новичков к нам пришло 3458 человека, и это, конечно, все ваши заслуги, потому что моих регистраций, ну, не более 60, как вы знаете, вот, и, конечно же, 3058 человека, это 164 человека в сутки нам с вами в структуру приходят, благодаря вашему качественному рекрутингу, благодаря вашему умению донести до людей в соцсетях, что такое успех с компанией «Фаберлик». Так, минутку. Так, скайп у меня тут мешается. Ага, это, конечно же, к нам с вами начало приходить 7 человек в час. Вот, да, будет первый слайд, Юлечка. Сейчас идет первый слайд. Итак, первая новость, которую мы с вами, конечно же, уже озвучили, но на всякий случай хочется повториться, это то, что мы 21 апреля с основателем проекта «Фаберлик онлайн», Андрейка Николаев, и мы, Анна и Антон Кононовы, будем в Москве, сеть гостиниц из Майлова. Конечно же, будем рады встрече в неформальной обстановке, попить, посидеть чаек, кофеек. Я уже знаю, что много, много людей к нам приезжает и пишут в личку, что мы придем, и это, конечно, очень-очень приятно. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, это мой сотовый телефон. Также он продублирован в черной полоске надо мною. Да, WhatsApp, Viber, Telegram и сотовый телефон. Да, то есть на протяжении всего вебинара он там будет сверху. Если что, если вдруг вы надумаете приехать ко мне на встречу в Москве, обязательно звоните, и мы уже скажем, в каком кафе мы сидим. Скорее всего, мы будем сидеть в нашей пантере, где и собирались всем-всем директорским коллективом на мини-ассамблее осенью. Кто помнит, как мы с вами собирались в пантере? Есть у нас директора, которые приезжали на ассамблеи, на вебинаре. Вот, ну, скорее всего, два директора точно было? Никого нету, да? Ну, ладно. Вот, будет девчонкам сюрприз, вот, потому что один директор мне отписал, что девушка хочет найтись. Я говорю, скорее всего, мы найдемся в нашей черной пантере. Она говорит, все поняла, я расскажу, говорит, как туда пройти. Вот, буквально сегодня общались с Олей Созьевой. Вот, ну что ж, я думаю, телефон все записали. Если что, он есть сверху. Поэтому давайте перейдем к вам, с вами в следующие новости. Это конференция Фаберлик в Кирове. Программа шикарная. Отчествование лидеров награды на сцене мы решили сделать от 9%. Будем выдавать чеки. Всем 9% лидерам девочки едут. И даже с Челябинска люди к нам приезжают. Приезжают с Московской области, приезжают с Казани, с Нижнего Новгорода. Ну, в общем, огромное спасибо, что вы к нам приезжаете. Приезжают новички, которые еще на 3-х, на 6-ти даже процентах к нам приходят. Да, есть умные девчата, которые проживают в Кировской области, и они приводят с собой вместе незарегистрированных людей на наш скорий тренинг для того, чтобы... Леночка, ну, я думаю, что когда ты станешь директором, ты будешь ездить не только в Москву, не только в Киров, но еще и за границу. Это уже точно. Вот. Да, Мариночка вот к нам приезжает. Да, это Екатеринбург. Вот, полутора суток езды. Езды, да, Новосибирска тоже, кстати, по-моему, полутора суток езды. Или не из Кировали, или из Москвы полутора суток. Вот, если честно, я не совсем могу вспомнить сейчас, как мы ехали. Честно, не могу вспомнить, да. Ну, и, конечно же, специальный гость, как я вам уже сказала, это национальный директор Николай Андрейко. Будем Колечку ждать очень-очень. Он уже купил билеты, он уже читался в чате по форуму, что все, билеты куплены, такого числа буду. Да, то есть он прилетает на самолете, хотя у нас такие кукурузники летают. Я ему говорю, едь на поезде, он нет. Я говорит это, на самолете полечу. Ну, ладно. Мужики у нас, в принципе, всегда смелые на проекте, да, были. Итак, далее, значит, встреча состоится 6 мая. Сбор в 10.30, начало мероприятия в 11.30. То есть сейчас мы с вами будем пробовать. Будут тестовые столы, будет парфюмерия, будет ДНС-продукция, будет мастер-класс по уходу за ручками, ну и так далее. Не буду много что раскрывать. Будут танцевать классные мальчики, будут танцевать классные девчонки в одежде Фаберлик. Я думаю, будет весело, будет иллюзионист, будет сексофонист. В общем, вы знаете, мы решили сделать так, чтобы нам самим понравилось, чтобы вы захотели к нам приехать в дружной компании еще и еще раз. И, конечно, Коля Андрейко, узнав, да, он же мой наставник, и когда он узнал, что я провожу, организую свой самый первый форум в жизни, он, не раздумывая, купил билеты и поехал меня поддержать и вместе со мной будет проводить тренинг. Конечно, низкий поклон такому наставнику, как Коля. Вот, ну поехали с вами дальше. Кто желает? Вот вы знаете, еще есть такая вот доля, немалая доля огорчения по поводу конференции Фаберлик в Кирове, когда я раскидала данное объявление нашим дорогим директорам в личку, а директора ответили, очень-очень интересно ответили. Аня, мы не поедем, но и даже если вы не поедете, но мы же с вами рекрутируем по, грубо говоря, везде и всюду мы с вами рекрутируем. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы должны позвать в первую очередь своих новичков, даже если не едете вы. Оля, постараемся сделать трансляцию на ютубе. Постараемся сделать, если все получится. Не знаю, как еще откуда, потому что там трансляция пойдет на экран с балкона. Балкон очень высокий, мы сегодня там были. Там классные мягкие стульчики такие хорошенькие. Самое главное, что они не кожаные, чтобы тело не прилипало, когда вы сидите. Вот это вот. Да, Юлечка из Санкт-Петербурга. И вот вы знаете, самое главное, это рассказать своей команде и оповестить свою команду. И может быть даже им позвонить, потому что тренинг в Кирове мы проводим впервые. И многие люди нас не знают. А может быть после этого тренинга именно эти люди, именно в вашей команде начнут расти и начнут развиваться и принесут вам директорскую ветку. И вы станете серебряными, золотыми, а может быть и рубиновыми, и бриллиантовыми директорами. То есть поэтому, дорогие коллеги, никогда не думайте только за себя. Подумайте за свою структуру. Билетов осталось 60, поэтому я вам желаю раскупить эти билеты, чтобы наш проект, хотя бы те, кто живут в Кировской области, тем, кому ехать час-два, может быть, недалеко. Конечно же, я буду ждать всех, обязательно всех. И это форум не от проекта Фаберлик Онлайн. Это общий форум от компании Фаберлик. Просто мы с девчонками его проводим вместе с директорами, вот, организуем. Итак, я думаю, по форуму все понятно. Если есть какие-то вопросы, то я могу сказать, что вы их можете, не стесняясь, задавать мне в личку. Я буду очень рада на них ответить, и я буду очень рада видеть вас на форуме. Вот недавно мне отписалась девушка. Анна, я просто покупатель, но вот подумываю о бизнесе. Можно ли мне попасть на ваш форум? Я пишу, нужно, нужно, и подруг приводи, да, нужно, и приводи подруг. Она, ой, как хорошо, правда, можно? Я говорю, да, в ход 500 рублей с каждого приводи хоть 10 человек. И, понимаете, как бы так получилось, что она обрадовалась и сказала, я, говорит, приду с лучшей подругой, мы, говорит, с ней хотим начинать бизнес в интернете. Понимаете, как все легко, как все просто оказывается. Иногда новичок, задавая вопрос, думает, что там только директоров можно, или еще кого-то можно. А на самом деле, на самом деле прийти могут все. Это открытое мероприятие, и на него могут попасть все, кому не лень. Вот так вот. Поэтому информируйте. Итак, сейчас мне, конечно же, бы хотелось вас очень-очень поздравить. У нас с вами сегодня итоги каталога 5, и у нас есть новые VIP-уровни, которыми мы, конечно, гордимся. Кто такой VIP-консультант 4 уровня? Это крутой консультант, который делает более 18 периодов личный заказ без перерывов, ежекаталожно от 100 баллов и более. Итак, это, конечно же, Светлана Валянская, VIP-консультант 4 уровень. Светочка, мы тебя поздравляем. В прошлом каталоге мы тебя поздравляли с новым процентным уровнем. В этом каталоге мы тебя поздравляем с VIP-уровнем. В следующем каталоге, я надеюсь, мы тоже будем тебя поздравлять на нашей планерке. Вот я думаю, здорово, да, каждый каталог поздравляться. Это классно, поэтому Свете желаю не выходить, да, с презентацией, не выходить с нашей планерочки. Итак, следующий VIP-консультант 4 уровень, тоже более 18 периодов подряд. Это Светлана Бурехина Россия. Вот, аплодисменты Светочке. Вот, огромные молодцы девчонки. VIP-18 это очень уважительно, VIP-18 это круто. И для меня, когда я открыла VIP-а 4 уровня, я ходила грудь колесом, потому что мне так нравилось быть VIP-консультантом. Вот, девчонкам вложат в заказы значок VIP-консультанта, да, то есть его можно одевать, носить, он такой красивый. Я снимала обзор как-то на него даже, вот. Ну что ж, поехали эти с вами дальше. Итак, конечно же, у нас с вами есть новый VIP-консультант, который находится в структуре Дарьи Забелиной. Вот, это Листишенкова Анна Валентиновна. Мы ее поздравим таким образом, потому что ни до директора, ни до самой Анны я не смогла дописаться, чтобы выпросить фотографию. Но все-таки Анна уровень VIP-18. Пока что без фотографий, но хотя бы так. Поэтому вдруг Анюта будет видеть эту планерочку, или ее директор будет видеть эту планерочку. Обязательно, обязательно вышлите мне фото Анны, или директор, или сама Анюта, пусть высылает. Итак, далее, конечно же, у нас с вами есть открытые топ-лидерские и директорские квалификации. Поздравляем. Сейчас будем поздравлять. Во-первых, это новый топ-лидер проекта, старший вице-директор Юлия Усова. Огромная умница, всегда помогает в чатах, очень активная девчонка. Это Россия, город Железногорск, да, то есть наша география широченная. Одна ступенька осталась до директорства. Юляша, поднажми, 3000 баллов, и ты самый настоящий директор. Ждем тебя обязательно. Поздравляю, конечно же, Свету Павлову с тем, что у нее скоро уже директора в структуре появятся. Хотя она сама недавно открыла директора. Это очень круто. Далее у нас с вами новый вице-директор, 15% Ирина Ковалькова. Россия, город Северный. Ириночка, мы тебя поздравляем. Ждем тебя в следующем каталоге повыше на ступеньку, да. То есть этот каталог был сложным. На самом деле, вот поставьте плюсики, кому этот каталог показался сложным. Мне вот он показался сложным, если честно. Вот, ну, они, апрельские каталоги, вот вы знаете, я распечатала распечатку, вот все такие апрельские каталоги. Ой, я там зонтик не убрала. Новинка, кстати, этого периода, классный зонт. Вот, и вы знаете, девчонки молодцы. Они не только подтвердились, они выросли, и это круто. Огромные молодцы. Не только подтвердили уровень, но и открыли на уровень. Да, после праздников всегда вот так вот, поэтому не думайте ничего о себе плохого. Да, то есть обычно, если лидер там меньше подрос, чем обычно подрастает, да, он начинает копаться в себе и думать, что я делаю не так, что я делаю не так. Но есть такое понятие, как сезон. Да, то есть сезон праздников прошел, и вот тут было вот затишье. И это, ой, и это нормально, прошу прощения за грохот. И у нас с вами есть одна звезда. Она подтвердила новый квалификационный уровень. Вот, это директор 23% Вероника Якушева. Также она кандидат на поездку, бесплатную поездку в Турцию. Она сейчас старается, нагоняет в веточку. Быстро, быстро, быстро проживает Вероника в Белоруссии. У нее команда очень круто растет. Вы, наверное, кто на проекте давно, да, ну хотя бы полгода, да, то, наверное, помните, как я выкладывала фотографии, где я ездила к девчонкам на встречу, вот, и там мы с ними сидели. Вероника тогда была, по-моему, 15 или 12%. И вот она уже подтвержденный директор. То есть она успела за этот период открыть директор, 8 каталогов его подтвердить. И сейчас она уже скоро выходит на уровень старшего директора. И это здорово, да, девчонки? Это классный, это быстрый рост. Потому что я еще до сих пор вспоминаю, как девчонки выходили на сцену, как Таю Григорьеву награждали, Катю Селиверстеру его награждали, да, девчонки чеки получали. Такие довольные были, да, все. И вот буквально это кажется, что это было на днях. А Вероника уже с 12 или с 15 уже подтвержденный директор стала. Молодец, Вероника, умница. Так держать желаем быть только выше, только лучше. Ну и, конечно, от себя могу сказать, так как я с Вероникой очень хорошо знакома, мы с ней встречались в Белоруссии два раза, да, один раз на форум, другой раз мы просто сидели в ресторане все вместе. То она заводная, она всегда улыбается, она всегда дружелюбная. И видно, что она болеет за свою команду душой. Вот. И вы знаете, вот как раз такие лидеры, они растут в два раза быстрее, чем те лидеры, которые только думают о своих копейках, как бы им побольше получить, как бы им побольше заработать, да. То есть вот тут бывают такие моменты, когда человек думает только о себе, он не может мыслить на структуру, он не может мыслить на проект, он не может увидеть, кого нужно поддержать, кто сам просто так идет, да. Вот Вероника обладает таким даром, что она в первую очередь заботится о своей команде. Поэтому и у Вероники, у самой очень хороший рост, и ей вот отдается все это, да, в трехкратно. Ну что ж, Вероника, желаем тебе классно потратить твою премию, чтобы купила себе что-то нужное, потому что 55 тысяч рублей, если взять пример, да, цены России, то это круто, это немаленькая сумма, которую получила Вероника помимо ежекаталожных выплат за структуру. Итак, поздравляем всех с победой, девчонки. Сложный каталог, но звезды есть, и я очень рада поздравлять наших любимых дорогих звездочек. Вот, все хорошо потрудились. Ура, дорогой команде! Оставайтесь всегда такими же позитивными, такими же классными. Огромные умнички! Всегда поддерживайте новичков в чате, дружите. И я когда смотрю на наш чат, да, чат структуры конновых, у меня душа радуется, если честно. Вот, ну что ж, браво, браво, бурные аплодисменты. Желаю всем побывать на поздравлениях. Итак, и сейчас у нас с вами будет маленькая еще одна новость, о которой, может быть, кто-то несерьезно отнесся, а кто-то и очень даже серьезно. Так вот, я вам могу сказать, что уже первые результаты есть, первые регистрации есть. Я делюсь ссылочками на вебинар в соцсетях. Делилась и Олиными ссылочками и так далее. Я поделилась Олиной ссылкой ВКонтакте, а люди прошли, посмотрели и все равно отписались мне. То есть система работает великолепно, здорово. Даже вот, Оля, низкий тебе поклон, дорогая. Я знаю, что ты на вебинаре. К нам пришел лидер структуру после твоего вебинара. Да, она сказала, я, говорит, прошла по вашей страничке. Я, помнишь, я поделилась, да. И на самом деле от твоего ролика отличнейший результат. И это здорово, это классно, оно очень хорошо работает. Я думаю, все Олин ролик видели, все могли им поделиться. Вот, и, конечно, девочке очень понравилось. Да, и она сказала, что все, она готова регистрироваться. Хотя она долго думала. Вот, она думала месяца два. И я уже даже забыла, если честно, про нее. Я ей не стала писать уже ничего. А просто зашла на Олин YouTube канал и поделилась этим роликом. Понимаете? Просто через поделиться с YouTube на свою страничку. В Одноклассниках я поделилась, в Фейсбуке я поделилась и ВКонтакте я поделилась. И все, понимаете? Вот так легко. И у меня целая регистрация. Да, Олечка, вот где ты показываешь на бумажке вот это вот все. Да, вот. Поэтому вот так вот. Оля, спасибо тебе огромное. И я теперь точно знаю, что данные вебинары работают. Они работают, они только у ленивых. Вот. Или у тех, кому лень разобраться в... Как вам даже сказать? У тех, кому может быть лень разобраться, как это делиться ссылкой. Как это копировать ссылку, как это ее вставлять, как это сверху подписывать, как это прикреплять картинку. Да, то есть, ну, кому не лень, те, конечно, добро пожаловать в новый способ рекрутинга. Это новые рекрутинговые вебинары. Тоже реги... Вот смотри, Оля, две регистрации с вебинара. Супер. А ведь еще кто-то их посмотрит. Ведь ты делишься записями на своих брендовых страничках. Кто-то посмотрит и еще придет зарегистрироваться. Так ведь? Вот тоже здорово. Да, супер, супер, супер. Девчонки, не теряйте такую возможность. Вот. Потому что, если честно, я была в легком шоке. Я ничего не сделала. Я нажала кнопочку поделиться. Просто поделиться, понимаете? Вот в чем суть. Я не сделала ничего. Я палец и палец не ударила, чтобы ко мне пришел человек. И это классно. Это хорошо. Человек уже активировался балловым заказом. Сделала заказ то ли 47, то ли 37 баллов. Прошу прощения, врать не буду. Но не менее 37. Вот. У кого висит, перезаходите, закрывайте все лишнее и смотрите с удовольствием. Итак. Суть новых рекрутинговых вебинаров какова? Директора проекта помогают вам рекрутировать. Три раза в неделю вы можете звать кандидатов на регистрацию на вебинар. Следите за расписанием в чатах. Обычно за день до начала рекрутингового вебинара, уже где-то вечером, да, за день вы видите расписание вебинаров, да, и его рассылает Ирина Менчикова, да, то есть на ней вот эта вот данная обязанность наделена, она составляет расписание и рассылает по всем чатам, по сообществу и так далее, да. То есть если в самом данном вебинаре написано для новичков и кандидатов, то есть вы можете этой ссылочкой уже делиться. Вы можете этой ссылочкой делиться и человек, ваши люди, да, вот думающие люди, еще что-то, да, все вы, наверное, ведете гугл таблички, где скидываете ссылочки думающих людей, да, удаляете, добавляете новые какие-то, вот открывайте, пожалуйста, и рассылайте им приглашение на вебинар. Если они придут, девочки, я пропадаю, у меня пишут, что все хорошо, если они придут, вам в плюс, если они не придут, то, девочки, я просто не могу у вас пропасть, потому что у меня сигнал, я прям вижу очень хороший сигнал, нет проблем, к сожалению, вот даже вот, грубо говоря, не верю. Не верю. Подвисает бывает, ну, очень даже странно, конечно, да. Вот, кто-то мне позвонил, прошу прощения, вот. Ну, что ж, смотрим, да, то есть, смотрите, кому можно рассылать ссылочку на вход на вебинар, да, то есть, тем, кто обещал вам подумать в соцсетях. Ирин, зачем? Ты мне уже третий раз звонишь, я вебинар веду. Кто обещал вам подумать в соцсетях, надо давать рекламу этому вебинару на страничках во всех соцсетях, вот. Обязательно подписывайте, что после вебинара пишите мне, задавайте любые вопросы, я буду рада проконсультировать. То есть, если вы рекрутируете с помощью директоров проектов и Берлик Онлайн, то это здорово, то это классно. Я даже не знаю, почему я могу пропадать. А, потеряла меня, все отлично, да. То есть, если вы рекрутируете ссылочкой вот этой вот, да, вы должны серьезно понимать, что это новый метод рекрутинга. И может быть такое, что ваш новичок, если вы его не потерявите после вебинара, может уйти к директору, отписаться к директору, и это будет нормально. Поэтому вы должны сами своих людей подхватывать, должны заходить на вебинар и смотреть. Чем полезен этот вебинар для новичков, даже если они его посетят два или три раза? Значит, чем он полезен? Он полезен тем, что новички, слушая вебинар для новичков, учатся презентовать компанию и знать все акции и программы, которые есть, да. Потому что не секрет, что сейчас очень странно себя ведут конкуренты, наговаривают всякую чушь про нас. Я даже не буду в это углубляться. В чатах мы порой до слез смеемся, что скидывают, да, сочиняют всякое разное, да. Но вот вы знаете, если ваш новичок знает преимущества компании Фаберлик, все преимущества компании Фаберлик, если он у вас обучен, значит он просто ходил на вебинары для новичков. И на самом деле такое может быть. Вот, поэтому будьте внимательны к своим новичкам, пусть они сходят. Нормально, да, девчонки? Хорошо, потому что у меня нету, как вам сказать, нету вот никаких задержек и показывают, что все хорошо. Закрывайте у себя все лишнее, девчонки. Вот, значит, умеете ли вы посты делать и делиться? Да, то есть смотрите, когда вы проходите на вебинар, там есть войти. И под кнопочкой войти в соцсети, вы просто нажимаете на эти кнопочки в соцсетях, и у вас выходит приглашение на вебинар. Но над этим приглашением нужно что-то в окошке подписать. Нужно что-то подписать в окошечке для того, чтобы у вас, как бы, люди понимали, что вы скинули за ссылку, что это за ссылка и как ею работать, да. Вот, далее, значит, кто умеет снимать ролики? Все ли видели ролик Оленьки Дубяги? Вот можно такой ролик снять. Можно снять ролик просто с записью с экрана, что «Здравствуйте, приглашаю вас на вебинар», да, то есть, допустим, обсудить всю суть работы с компанией Фаберлик, да, то есть и скидывайте ссылочку думающим. Можно и так сделать, можно просто написать, да, то есть, как хотите делайте, да, сами вы понимаете, что, допустим, ну, вот даже взять пример нашу семью, да, у меня муж ужасно любит изюм, а я терпеть ненавижу запах изюма, да, у меня муж обожает фаршированный перец, а я его даже готовить не могу, я не могу, мне пахнет перцем, я вообще прям этот запах, я все форточки сразу открываю, если у нас в квартире готовится фаршированный перец, вот прям, понимаете, не могу и все. Вот, и суть в чем, да, этого примера, в том, что кому-то нравится ролик, кому-то нравится читать, так ведь, поэтому подходите в вашу цель какова, да, зарабатывать от 100 тысяч и выше, поэтому вам нужно все равно уметь подходить к человеку, уметь его заинтересовать, чтобы потом он захотел стать вашим бизнес-партнером, вашим будущим директором, а может быть и драгоценным директором. И в итоге, когда вы будете вкладывать в людей, желающих зарабатывать деньги, свои силы, свое время, свою заботу, вот, то вы же и получите в итоге от них в дальнейшем благодарность, что когда-то вы убрали все сомнения с их головы и они стали богатыми, успешными и благодаря, в принципе, получается вам. Так, что-то у меня скайп не убирается. Вот, далее, значит, можете дать ссылку прямо так на него. Вот вам высылают ссылочку, да, приглашение на вебинар для новичков и кандидатов. Вам эту ссылочку высылают и вы можете легко эту ссылочку скопировать, что-то над ней подписать и хотя бы таким вот образом выслать, да, прифми, пока платформу не блокируют, но если вдруг сообщения начнут пропадать, то вы можете легко и просто, просто через сократитель ссылок пропустить и также рассылать, как рассылали. Далее, итак, и делитесь этими вебинарами прямо в соцсетях, может быть, на рабочих страничках, чтобы могли даже просто любопытные заходить и просто любопытные смотреть. Вот это очень важно. Вот это очень важно. Это получается, грубо говоря, авторекрутинг с помощью директоров вашего проекта. Прошу прощения, немножко охрипло. Вот, и после вебинара обязательно отписывайтесь новым зрителям. Вот прям обязательно. Посмотрели, будем начинать бизнес, будем начинать сотрудничество с компанией Фиберлик, да, и на спикеров не обижаемся, если мы отписались позже или мы отнеслись к этому моменту, ну, халатненько тогда. Давайте будем смотреть правде в глаза. Поставьте плюсики, минусики, все ли понятно. Если у вас вопросы, задайте обязательно вопросы. Аня, на технику из каталога есть гарантия? Конечно, есть. Конечно, есть. Все, спасибо огромное. Поехали с вами дальше тогда. Итак, у нас сейчас с вами будут розыгрыши. Что же мне хотелось бы вам рассказать? Во-первых, это будет, сегодня будет запущен один новый конкурс. И я буду очень рада его запустить. Так, минутку, у меня ручку прибрали. И мою ручку... Ай-яй-яй-яй-яй. Все, я ее нашла. Вот, очень будем рады его запустить. И призы там будут тоже, как бы, очень даже классные. Но условия будут сложные. Пока что мы с вами будем разыгрываться. Итак, первый наш конкурс. Это для всех, кто находится в структуре Коммановых. Неважно, кто ваш прямой директор. Оль, к сожалению, я вот утром, меня даже дома не было. Кто мне кидал, я вставляла. Я вставляла. И, ну, сейчас перекинь его еще раз. Прошу прощения. Просто, как вам сказать-то, когда вы скидываете впритык, будьте готовы, что я вас уже возьму на следующий конкурс, потому что я не все могу успеть. Вы сами знаете, что завтра я уже уезжаю в Москву к Алексею Геннадьевичу Нечаеву. И сегодня у нас был очень серьезный созвон, план, что говорить, что делать и так далее. Сами понимаете, серьезность всего. Да, поэтому надо хотя бы за день, хотя бы за день высылать роличек. Поэтому, Олечка, не обижайся, пожалуйста. Просто, если ты там, по-моему, есть, я тебя, по-моему, добавляла. Есть повторы? Да, я помню, 55 и 56. Я удалю, когда буду перечислять. Вот. Ну что ж, смотрим. Конкурс для всех, кто находится в структуре конуновых. Не важно, кто ваш прямой директор. Допустим, Дарья Пахильчук, Анюта Атамась, да, то есть Ольга Дубяга. Да, то есть это все мои любимые директора, которые, новички и наставники, которых могут участвовать в скринах. И если вы делаете личный оборот от 50 баллов и находитесь в статусе от 3% и выше, значит, вы получаете выплаты. Так ведь? Вы получаете выплаты уже за структуру. И это понятно, потому что по маркетинг-плану вы все равно зарабатываете денежку. И вот такие люди, которые уже зарабатывают денежку, абсолютно все имеют право выкладывать скриншоты своих выплат в фотоальбоме, которые я рассылаю по чату в начале каталога. И такие люди участвуют в денежном розыгрыше по генератору чисел. Участвовать могут все. Участвовать могут все. И каждый каталог, альбом у нас с вами создается новый. И также мы выкладываем скриншоты своих выплат со своими рек-номерами. И самое главное, тут есть внизу еще правило подписки. Оля, наоборот, есть правило подписки. Будет разыграно 1500 рублей между тремя участниками, это по 500 рублей на регистрационный номер. И также скрины без регистрационного номера в розыгрыш не принимаются. То есть я вчера удалила около 15 скриншотов, потому что непонятно, кто их вообще выслал. И если сейчас вдруг еще раз наткнусь, потому что я так бегло пролистала. Да, то есть также скрины принимаются до первой пятницы от начала каталога. Будьте добры, я считаю, что несложно сделать скриншот, это минутное дело. Третье, значит, выкладывание двух, трех, четырех скриншотов одинаковых на один конкурс. Это удаление из участников по розыгрышу вообще. Да, но у нас с вами не было в этот раз такого. Далее, если выигрывает директор и выше, он сам выбирает призера в своей команде. То есть директора тоже могут выигрывать такие призы, но денежку они берут не себе, а отдают, может быть, лучшему рекрутеру в своей команде, да, или еще кому-нибудь. Итак, давайте же с вами посмотрим сейчас, минуточку. Значит, сейчас я вам скину ссылочку. Скину ссылочку. У нас с вами в этом каталоге 110 участников. Вот, 110 участников. И сейчас мы с вами разыграем троих. Итак, скажите, пожалуйста, вы мне доверяете или включить демонстрацию экрана? Я набираю пока что генератор чисел. Доверяем, да? Очень-очень хорошо. Так, минутку зависло. Что-то не хочет работать, девочки, дорогие. Вот еще, видите, что-то у меня есть демонстрация экрана и совсем. Но если вдруг она начнет грузиться, то второе так же. Давайте с вами поедем, не будем долго тогда мучиться. Значит, у нас с вами 110 человек. 110 человек. Все это будет доступно в записи. К сожалению, не знаю, что случилось, но не получается у меня сделать демонстрацию экрана. Так, от 1 до 110. Генерируем мы 3 случайных числа и исключаем повторения. Итак, генерируем. У нас получается 79, 36 и 61. Ну что ж, пойдемте смотреть. Так, значит, 36, скорее всего, где-то тут. Так, ну, полистала. Итак, номер 36. Сейчас уже доберусь. 36 у нас с вами выиграла Барская Мария Николаевна. Поздравляем. Барская Мария. Консультант с номером 708-307-993. Итак, следующий, кто у нас с вами выиграл, это 61. Так, листаем, листаем. Так, у нас выиграла Багдашкина Юлия Васильевна. Давно Юля не выигрывала. Юлечка, поздравляем тебя. Багдашкина с номером 706-359-009. И последний призер под номером 79. Так, 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 так. Сама Согомонова Согомонова СН. Номер 706. Ну, посмотрим. Получила 1249 рублей. Согомонова. Так, 706-793-357. Регистрационный номер. Поздравляем, девчонки дорогие. И, кажется, у меня все в порядке с демонстрацией экрана. Так, минутку запустить. Ну, давай. Ура! Итак, давайте же с вами посмотрим следующий розыгрыш. Тогда сейчас я включу... Следующий слайд. И мы с вами посмотрим следующий розыгрыш. Это изюминка. Вот. В изюминке участвуют абсолютно все. Не важно, в каком вы статусе. Но изюминка не такая уж и легкая. Нужно научиться стать видеографом. Да, то есть вы... Демонстрация появилась. Да-да, что-то был сбой какой-то, а потом бац и начало появляться. Вот. Сегодня техника передо мной балуется. Но я думаю, вы мне уже доверяете. Если что, вы посмотрите потом в записи, что я уж точно все честно делаю. Итак, конкурс изюминка. Значит, вы все делаете заказы. Так ведь? Вы делаете заказы. Может быть, кто-то идет по стартовой программе, да. Кто-то забирает призы по программе Фаберлик Клуб. По карточкам твой бонус, по купонам, привилегии статуса ВИП. Все что угодно. И вы можете в видео поделиться с нами своей выгодой. Вы можете снять обзор, что вот, к примеру, мой любимый крем, он мне достался в подарок по программе Фаберлик Клуб за 0 рублей. И это уже будет считаться, да. Или вы можете снять с демонстрацию экрана, да, то есть с экрана снять видео и показать свою накладную. И сказать, что вы, вот выиграли такие-то, такие-то подарки, вот, пожалуйста, смотрите накладную. Да, то есть у вас может быть любое видео, самое главное, чтобы там была изюминка, изюминка, какой-то подарочек, да. Далее, значит, после того, как вы решите поделиться с нами выгодой в видео, вы становитесь участниками розыгрыша. Будет разыграно 5000 рублей между пятью счастливчиками через генератор случайных чисел. Видео выгружаем на ютуб, в названии ролика или под ним в инфобоксе обязательно, обязательно указываем свой рекномер. Вот, далее посылаем Анне Антону Кононовым в телеграме. Мы его смотрим, если нашли изюминку, видео добавляется в плейлист на ютубе. Вот, каждый каталог плейлист будет новый, конкурс непрерывный. И не важно, когда вы создали видео, если есть изюминка, мы этот конкурс берем. То есть, один конкурс сейчас вот я разыграю, и через пять минут после вебинара, если я чей-то ролик не добавила, или кто-то не успел выслать ролик на конкурс, или кто-то вот выслал последние два часа, пока меня не было дома, и я не заметила, да. То есть, прошу, не кидайте в притык ролики, в притык, да, там за 10, за 20 минут до вебинара. Не кидайте их, я могу их не заметить, и поэтому прошу не обижаться, если вы кинули так в притык. Вот, поэтому давайте будем с вами просто тогда кидать еще их раз и говорить, что Анне, я не успела, добавь следующий розыгрыш. Я с удовольствием добавлю, и я ценю каждый ваш ролик. Но иногда бывает такое, что на самом деле мы можем что-то где-то спутать. Вот, плейлист на ютубе сейчас покажу через демонстрацию экрана, Юлия. Итак, каждый каталог плейлист новый, конкурс непрерывный. То есть, как только мы разыгрываем призы, сразу после розыгрыша открывается новый плейлист. Называть мы его будем номером каталога, чтобы не путаться. И вы не можете опоздать, да, то есть, вот мне вчера закидали роликами, Аня, мы опоздали, мы опоздали. Нет, вы не опоздали. Даже если сегодня ваш ролик не был добавлен, вы мне его после вебинара высылаете, Я с вашими роликами открываю новый плейлист каталога номер 6 по юнке. И все. Далее, вы можете создать любое количество роликов на один розыгрыш, Но чтобы подарки были разные. Не то, чтобы вы забрали, допустим, два крема, да, разных, По программе Фаберлик Клуб, а чтобы программы подарочные были у вас разные, да. Допустим, там вы забрали привилегию по веб-консультанту, Тут вы забрали привилегию по акции «Твой бонус», Тут вы забрали по Фаберлик Клуб, да. Там у вас очередной шаг стартовой программы. Вот это, допустим, четыре разных акции, Которые вы можете создать, прям, четыре ролика на один конкурс. Да, то есть, вот. Ну что ж, давайте с вами будем разыгрывать изюминку И поговорим с вами о следующем конкурсе. Вот, прям не терпится. Так, давайте, все, рабочий стол работает, слава богу. Так, наш генератор. Всем ли видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Всем ли видно? Так, это я снимала. Снимала, снимала обзор. Прошу прощения. Значит, вот, смотрите, у меня есть ютуб-канал на ютубе. Вот. Сейчас он прогружается. Сейчас я посмотрю, видно ли вам. Кому не видно, F5, девочки, дорогие. Так, так, так. Так, вот генератор чисел у нас с вами открыт. Здравствуйте, Добрый Два. Разрешите представиться. Меня зовут Кунанова Анна. Да, и вот тут вот есть плейлисты. Мы являемся директорами. Вот. И в этих плейлистах, как вы видите, есть изюминка 5. Скоро будет изюминка 6. И мой рост. Итоги 3-4 каталога. Скоро будут 4-5 каталога. Да, итоги. Вот. И смотрим. В изюминке участвуют 66 участников. Мой рост участвует 10 участников, получается. Итак, я эти плейлисты открываю таким вот образом. Да. И сейчас, какой у нас первый открывается. Так, Любочка Коновалова у нас тут. Видите, только долго грузится из-за демонстрации экрана. Да, то есть эти плейлисты, они полностью открыты. Они полностью в вашем распоряжении. И вы, как вам сказать-то, даже всегда можете посмотреть. Всегда можете посмотреть, что почему-то не грузится. Так, это Любочка у нас говорит. А вот итоги почему-то. Так, давайте еще раз я перезагружу. Так, это у нас с вами изюминка. Так, денежку Люба выиграла. Молодец. Так, и мой рост. Вот все. Хорошо, мой рост пошел. Ставлю на паузу. Ну что ж, поехали. Итак, смотрим. У нас с вами, во-первых, девушка мне недавно отписалась, что два одинаковых ролика у нее добавили. Да, но это может быть нечаянно. Сейчас мы вот, видите, Оксана Мурачина, она мне еще вчера отписалась. Поэтому я один роличек удаляю. У нас с вами 65 участников. И каждый из этих участников, 5 человек, может выиграть по 1000 рублей. Давайте с вами делать 65. Итак, от 1 до 65. Так, генерируем 5 случайных чисел. Исключаем повторение. Генерировать. Так, случайные числа. Давайте по порядку я буду писать. 4, 6, 25, 37 и 45. Ну что ж, пойдемте поздравлять дорогих призеров. Так, под номером. Самое последнее у нас, да, тут внизу. Давайте будем с самого конца начинать. Ольга Курьянинова под номером 45. Олечка, поздравляю. Жду фотографии обязательно. От победителей. Каждый раз прошу новые фотографии. И обязательно высылайте. Так, номер 37. Вероника Тузикова. 100 лет Вероника у меня не выигрывала. Наконец-то выиграла. Вероника Тузикова. 25. Кто же у нас там? Кто счастливчик? Так, Мария Темкина. Тоже 100 лет не выигрывала. Маша, ждем твою фотографию. И Вероникину, и Ольгину. Так, 666. 666. Надежда Фомичева. Второй раз, по-моему, подряд. Надечка, молодец. Надежда Фомичева. И под номером 4 Ольга Захарова. Поздравляю вас, девчата. Зову... Ой, прошу, ваши фотографии мне в личку в Телеграме вышлите. Итак, изюминка разыграна. С этого момента у нас будет с вами изюминка 6 уже. Все призеры огромные молодцы. Участников было много. Огромные молодцы. Вообще умнички. Итак, сейчас мы с вами... Сейчас мы с вами разыграем 10 участников. По итогам мой рост. Это Мариночка Лукьянова. Смотрите, два ролика у Марины. Любовь Коновалова, Вероника Якушева. Любовь Коновалова еще. А, да. Вот, Вероника Якушева. Далее, Светлана Валянская. Новый уровень открыла. Молодец в этом каталоге. Вип. В прошлом каталоге новый процентный уровень. Далее, мой рост. По итогу четвертого каталога. Фаберлик. Так, Мария Зелик, Виктория Бордос и Оксана Лащенко. Ну что ж, девчонки, давайте с вами будем разыгрываться. Итак, у нас с вами 10 кандидатов на приз. 5 случайных чисел. Генерируем. Так, 3, 3, 6, 8, 7 и 10. Ну, пойдемте смотреть наших призеров. Кто-то уже, наверное, видит ура-ура. Да? Итак, под цифрой 3 у нас с вами Любовь Коновалова. Любочка, поздравляю. Под цифрой 6 у нас с вами Вероника Якушева. Молодец, Вероника. Восьмое. Мария Зелик. Мария Зелик у нас с вами, по-моему, отдыхает сейчас в какой-то из жарких стран. Даже, наверное, не знает, что она что-то выиграла. Седьмой у нас с вами... Ой, ну как здорово! Дважды сейчас будем хвалить. Это у нас... Так, минутку. Это у нас с вами Виктория Светлана Валянская. Не то читаю. Так, Светлана Валянская. Итак, и под номером 10 Оксана Лащенко. Вот так. Огромные умнички, девчонки. Участвуйте дальше. Я за вас, за всех. Очень-очень рада. Да, фортовые на самом деле. Но у нас самая фортовая, наверное, знаете кто? Оля Тарасевич. Вот на самом деле Оля Тарасевич. Знаете почему? Потому что она ежекаталожно много каталогов подряд. Все время выигрывала. И причем не по одной награде. Вот прям везет и все ей. Молодец, огромная. Это такой вот позитив. Да. Значит, мы с вами разыграли сейчас мой рост. И поговорим, что же это такое. Мой рост. Это уже для лидеров с уровня 6% и выше. Участвуйте. Итак, видео о результате за каталог Мой рост. О чем это говорит? То есть за каталог. Именно за каталог. Допустим, сейчас вы будете снимать итоги пятого периода. Итак, во-первых, в видео мы представляемся. Представляем проект. Хвалим команду. Новое открытое звание от 3% и выше. Хвалим новых вип-консультантов. Рассказываем про количество регистрации в вашу структуру. Рассказываем про балловый прирост. Если его нет, можно пропустить. Не обязательно, потому что бывают вот такие каталоги, как Апрель. Да. Далее, значит, обязательно выкладываем на YouTube. Вот. И посылаем Анне и Антону Кононовым, прошу прощения, не исправила, в Телеграме. В Скайпе меня пока нету, но я подумываю туда перейти, потому что что-то Ростпотребнадзор, что-то уже даже по радио идут новости, все блокируют и блокируют. Поэтому я уже что-то переживать начала. Вот. В Скайпе все-таки уже его никто не заблокирует. Давай-давай, Оля, наверстывай. Далее, значит, все, кто высылает ролики на конкурс «Мой рост», участвуют в денежном розыгрыше через генератор чисел, который сейчас и состоялся. Разыгрывается 5000 рублей, так же, как в изюминке, между 5 участниками по 1000 рублей на номер. Участники все, кто находится в структуре Кононовых, неважно, кто ваш директор. Пусть ваш директор, вот, будет Оля Тарасевич, или вот я видела Танюша Шалабродова, да, мелькала где-то в чате, да, то есть без разницы, кто ваш прямой директор. Самое главное, что сверху у вас я, значит, вы участвуете в этом конкурсе. Это очень важно понимать, да, то, что я не только по своей личной группе конкурсы провожу. Я провожу для всей своей команды конкурс. Итак, каждый каталог, так же, как изюминка, плейлист будет новый, конкурс непрерывный, неважно, когда вы создали видео, есть изюминка, берем, ой, извините, есть клип, берем. Да, то есть, сами можете посмотреть на моем ютубе, сами можете посмотреть, какие там клипы, и девчонки не всегда голосом поздравляют, хотя голосом было бы мудрее, голосом было бы вам больше доверия или все такое прочее. Все-таки обычные картинки, это нравится вашей команде, но они не так повлияют на рекрутинг, как если бы вы учились говорить голосом все-таки, не ленились бы, потому что некоторые, кто выслал такие поздравительные ролики, очень даже хорошо разговаривают на камеру, поэтому не ленитесь в следующий раз. Вот, далее, как только мы разыгрываем призы, так же, как изюминка, открывается сразу же новый плейлист, и вот, и они доступны в открытых плейлистах ютуба Кононовой Анны, обязательно смотрите. Вот, и в названии актуальных плейлистов светится номер действующего каталога. Я тут прям подписала это очень крупно, почему? Потому что девочки теряют эти плейлисты, это во-первых, во-вторых, получается так, что девочки смотрят не тот плейлист, у меня же там уже много изюминок, это же конкурсы проходят, как вам даже сказать, уже не первый месяц даже, да, не первый каталог, и там моих ростов, изюминок, там плейлистов очень много. И получается, что люди иногда заходят в другой плейлист и говорят, меня там нет, оказывается, есть. Вот, поэтому не путайте обязательно. Сейчас идет у нас с вами номер какого каталога, вот номер такой плейлисты будет, да, то есть в следующем каталоге уже плейлист будет следующего каталога, то есть от планерки до планерки. То есть если я сейчас провожу планерку во время этого каталога, и сегодня же, да, я буду открывать, допустим, новый плейлист после этого розыгрыша, значит, этот каталог и будет у нас с вами в названии плейлиста. Итак, ну что ж, мы с вами разыгрались. Перед вами сейчас квалификационные бонусы компании Фаберлик. Это дополнительные выплаты, помимо выплат за структуру, их, конечно же, нужно обязательно знать. Я вам всем желаю попасть в красный сектор, и я знаю, как туда попасть. Вот, и я с удовольствием с вами делюсь на вебинарах, да, в этом каталоге я провела 4, вот уже 5, по-моему, веду вебинар. Вот, также ведут вебинары директора вашего проекта, да, то есть кто сомневается, конечно, все официально и легально, но зависит от вас, даже если вам помогают самые суперские наставники на свете. Итак, далее. Ваш компаний Фаберлик может ожидать бонус материнства усыновления, бонусы директорских статусов, квалификационные бонусы, бонус быстрый старт обязательно, да, и бонус стабильности. Бонус быстрый старт очень много людей могло взять, несколько сотен людей сейчас идут кандидаты на быстрый старт, поэтому обязательно его берите, поднажмите, теребите наставников, теребите вышестоящих наставников, если ваши наставники вас плохо информируют. Далее, значит, бонус развития с уровня бриллиантовый директор и бонус стабильности с уровня директор, если вы веб-консультант. Итак, поехали с вами дальше. Так, кто у нас получил сейчас призы, кто у нас получил денежку на номер Фаберлик, прошу победителей выслать мне личку, а в Телеграме свое фото. Обязательно вышлите. Вот, ух ты, как скосилось. Ладно, сейчас мы с вами открываем марафон по рекрутингу. Открываем такой марафон. И вот скажите, пожалуйста, я сейчас не создавала никаких чатов. Проблема в том, что все-таки у многих все-таки Телеграм висит. Будем в Телеграме чат делать? Поставьте плюсики-минусики, потому что я прямо сейчас у вас на глазах буду его создавать. Я подумала, может быть в Скайпе, может быть где-то, может быть где-то в другом месте, потому что оно все висит в Телеграме. Ну, все, хорошо. Сейчас я тогда создаю чат. Создаю быстро. Так, марафон по рекрутингу. Кононовые подпишу. Ага. Нажимаю далее. Так, приглашаю Кононова Антона туда. Кононов, Кононов. И создаю. Создаю ссылку для приглашения и копирую ее. Все, заходимся в чат. Могут участвовать все, кто находится в структуре Кононовых. Даже если вы решили завтра зарегистрироваться, все равно можете участвовать, только если у вас есть рек-номер и вы находитесь в структуре Кононовых. Да, то есть обязательно регистрируйтесь. Ватсап тоже грозятся заблокировать. Так, значит, смотрите, у кого удалось пройти в Телеграм по этой ссылочке, да, все участники, все участники вебинара, те. Я пропала или не пропала? Дорогие коллеги, я пропала или не пропала у вас? Кто-то маму потерял. Нет, не пропала, да? Угу, хорошо. Поэтому я умница, поняла, что маме некогда. Но зонт святой, надо забрать. По ссылке нельзя пройти. Значит, вы сейчас эту ссылку копируете и вставляете к себе в Телеграм, и тогда проходите. Получится у вас? Прошли по ссылке, да? Вы скопировали ссылочку? Скопировали, вставили себе в Телеграм. Не тут нажимайте, а тут скопируйте, вставьте себе в Телеграм и пройдите. Прошли, да? Так, смотрю, как у нас с вами с пополнением. Ой, так уже 21 участник. Девочки, все проходится. Все проходится. Огромные молодцы. Марина, вот так. Дайте еще раз ссылку, пожалуйста. Еще раз ссылочка. Еще раз ссылочка. Давайте, заходите. Я сейчас поставлю вебинар. Итак, у нас с вами уже был один конкурс-марафон по рекрутингу. Там у нас с вами выиграл призер Денежку и этот призер Валентина Калядина. И Валентине Калядиной более двух недель мы не могли толком запустить рекламу. Поэтому второй марафон по рекрутингу мы из-за этого отменили. Мы его хотели сделать, но поняли, что у нас что-то получается не так. А так как главный приз это реклама, то как же мы будем запускать рекламу второму человеку, если мы с первым не разобрались. Сейчас Валентина Калядина уже получила более 40 регистраций. Все хорошо, все здорово. И теперь мы знаем, как все это сделать, потому что была проблема. То есть регистрации мы сейчас запускаем ссылочку на регистрации в первую линию. То есть вашу реферальную ссылочку будем у вас брать, у ваших победителей. В этот раз, в этот конкурс. Итак, призы получаются суммарное количество баллов за марафон. То есть у кого будет больше всего баллов за новичков, которых вы привели в этом каталоге и которые у вас в этом же каталоге активировались, то вы будете победителем на рекламу на каталог 3 недели. Реклама замечательная. Кого нужно добавить? Пишем во вкладку «Вопросы» вверху, в черной полосочке. Вверху. Вот. Далее, значит, приз будет такой, что примерно количество регистраций 50. Ссылка на регистрации в первую линию у вас будет браться с победителя. Вот. Процент активности примерно с такой рекламы 20, если просто подписывать на рассылку для зарегистрированных. Да, то есть, а если вы намного лучше и качественнее сами будете отрабатывать, то понятно, что процент активности у вас может быть и 50 и 60 процентов с данной рекламы. Да, то есть отнеситесь к этому серьезно. Вот. Далее. И, конечно же, у нас с вами будет ежедневный победитель с призом 500 рублей на номер Фаберли. Неважно, в какой стране вы проживаете, это все легко конвектируется и все легко делается. Поняли? Вы поняли акцию? То есть у нас с вами будет 21 призер. У нас с вами будет 21 призер ежедневный и у нас с вами будет один победитель на рекламу на каталог. Директора не участвуют. Ну вот сейчас вы на каком процентном уровне, вот если вы не на 23, то вы можете начинать участвовать. Даже если, Олечка, ты откроешь директора в этом каталоге, а мы очень тебя ждем в директорах, очень ждем. И я вижу, что у тебя там очень пахнет директорством. Мы за тебя держим кулачки. Может быть, ты про это и не знаешь, но мы гуглим твою структуру и очень за тебя переживаем. Вот. Поэтому, да, если ты даже откроешь 23%, ты все равно начинала как 19% лидер, да? То есть ты начинала как старший директор этот конкурс, поэтому ты с участием сниматься не будешь, если вдруг ты откроешь директора. Все, все, молодцы. Да, Марин, я тоже считаю, что круто. Это идея не только моя, но и идея Антона. Когда я ему сказала, Антох, давай, говорю, мы второй приз не будем, говорю, выбирать 5 участников, да, по 2000 рублей. Давай мы будем делать ежедневного победителя по 500 рублей. И он сказал, что да, эта идея ему намного больше нравится, да, вот. И мы приняли такое решение. Вот. Далее. Нет, Юля, все неверно поняли. Все неверно. Сейчас будете переслушивать. Итак, у нас с вами будет 21 призер, участники все до 19% лидеры, да, то есть если вы уже на 23% поучаствовать, у вас не получится. Старт 23 апреля, понедельник, то есть если у вас, допустим, нету на данный момент заказа оплаченных 25 баллов, не сделанных, а уже оплаченных 25 баллов по итогам этого каталога, догоняйте. Вот. И можно уже начинать активно рекрутировать. Из понедельника всех, кого вы зарегистрируете и кто у вас активируется балловым заказом, вы будете вписывать в Google табличку. Но внимание, внимание, значит, вот сейчас Юлия Баранова поняла все неправильно. 25 баллов, Юлечка, должно быть у вас оплачено. Вот. И регистрации не в первую линию вы должны регистрировать, а туда, куда вы зарегистрируете, туда, куда вам нужно. У нас с вами веточное построение, которое ведет нас к статусу драгоценный директор. И мы это не забываем, что сколько бы мы не регистрировали в первую линию людей, это хорошо для ГОНК, это хорошо для выплат, да, но это нестабильно. И когда-то эти люди все равно разбегутся у вас, да. То есть мы с вами строим ветками для того, чтобы побыстрее открыть серебро, золото, рубина, бриллианта и так далее. Да, и поверьте, даже если вам что-то не верится, даже если у вас что-то в голове сейчас не состыковывается, вы мне можете просто поверить, потому что мы уже все-таки открыли 21 директорскую веточку. И хочется сказать, что это самое-самое важное, уметь строить веточками. Юлечка, все понятно? Отпишись, пожалуйста, дорогая. Поняла, да? То есть ваш новичок может сделать 10 баллов, 3 балла, да, то есть внутри, конечно, компании невыгодно, но все равно, да, 100 баллов. То есть и вы уже будете вписывать оплаченный заказ. Давайте. Пропадает, да, ну, значит, что-то с интернетом. Смотрите, то есть, допустим, вы в понедельник регистрируете человека, вы его никуда не вписываете. Никуда не вписываете, пока он у вас не активировался. То есть у вас человек, допустим, через там день или через неделю, да, но на момент проведения данной акции, да, сделал там, к примеру, 15 баллов. И вы его в этот день и записываете, как 15-ти балловый прирост. Марафон будет длиться 21 день. С 23 апреля начало. Еще хочу вопросов. Не когда у него будет, а когда у тебя будет, Юля. Ты будешь участником конкурса только в том случае, если у тебя будет лично 25 оплаченных баллов до 23 апреля. Новичков пишешь любую сумму оплаченных баллов. Какого, если новичок зарегистрирован после 23 апреля, а активировался, допустим, там 30 апреля, вот тогда вы его и вписываете. 30 апреля, 30 апреля, вписываете. Нет, Оксана, нет. Да, Рега была, Рега важно, чтобы регистрация, Мариночка была уже 23 апреля включительно. Реги считаются только те, которые с 23 апреля, правильно, Оля. То есть, старт, старт 23 апреля. Я всех проверяю в чате, все ли переименованы как надо, да, то есть у всех есть 25 баллов и стартуем. Да, Регистрация с 23 апреля. Но если, к примеру, вы зарегистрировали новичка 23 апреля, активировался он у вас там через неделю, вы его через неделю и вписываете в это число. Леночка, что нет? Реги засчитываются с 23 числа до нет. Правильно, понятно, Регистрация с 23. Марафон будет 2 или 3 недели. Оля, марафон будет 3 недели. Мы с вами зацепим конец этого каталога и начало следующего каталога. Ну и смотрите, дорогие коллеги, сейчас хочется с вами еще о чем поговорить, да, почему мы отменили второй марафон. И вот сейчас только второй марафон, каталог спустя запускаем. Я вам объяснила всем, дорогие мои, да. Вот, была на самом деле уважительная причина. Сейчас все устранено, все хорошо, Валентина довольна. Это, во-первых, 23 числа, потому что у Валентины Калядиной как раз 23 апреля заканчивается реклама. 22 апреля у нее заканчивается реклама и она тоже сможет участвовать, если она есть на данном вебинаре. Ее, по-моему, нет. Не важно, важны баллы. Можно зарегистрировать одного человека, который сделает 500 баллов, да. Ну, это я так образно вам говорю. А можно зарегистрировать 40 человек, которые суммарно сделают 10 баллов. Сами понимаете. Нету Валентины, да. Ну, вот, в принципе, мы из-за Валентины сделали с 23 апреля и еще сделали для того, чтобы у кого нет 25 баллов, успели их проплатить. Критерий для ежедневного призера. Баллы. Баллы. Допустим, если 23 апреля будет стоять, допустим, у Ольги Дерябиной человек сделает 100 баллов, да. А, допустим, у Ольги Лапиной человек сделает 115 баллов. Ольга Лапина получает приз. Да, суммируется. Если новичок сделает несколько заказов, это тоже суммируется, но в день, когда он их сделал. Найти бы таких новичков. Ну, я, ну, по два, по три человека в структуре, в моей вот большой структуре, такие люди есть, которые приходят и сразу делают 100 баллов. Честное слово. Учитесь созваниваться. Учитесь. Научитесь. Вам понравится. Вам понравится ваш быстрорастущий результат. Ура, я прошла в чат. Отлично. Только оплаченные заказы, Светочка, да. Только оплаченные. То есть, не надо писать, сколько у вас было регистраций в каталог. Меня, я хочу видеть только баллы человека. То есть, вы будете вписывать рекномер, я вам дам табличку. Табличка еще не выдана. Табличка будет закреплена в чате. Можно добить до 23 апреля. То есть, 23 апреля у вас должно быть оплачены уже баллы. Я начну смотреть чат, чистить чат. Табличка будет прикреплена в шапочку. Так, и самое главное, что к этой табличке доступ будет через Google. Так просто мы в нее не вписываемся. То есть, если, допустим, 23 числа, допустим, у Светы Валянской появилась регистрация и сразу с активным заказом. Света мне дает свою Google почту, я ей открываю доступ, Света вписывается. Да, то есть, вот у Светы появилась. То есть, у вас будет появляться доступ к табличке только в том случае, когда у вас уже появится регистрация. Мне страшно звонить. Как побороть страх? Можно отправлять видео, можно снять видео и отправлять видео. Я тоже вначале боялась звонить, и первые полгода до уровня старшего директора я не звонила. Я не заставляю никого звонить, если честно. Я просто вам говорю, что это очень эффективно. И чем раньше вы в себе этот страх переборите, тем лучше. Я с 6% вела вебинары, снимала обзоры, но я боялась звонить. Честно скажу, я не звонила. Но я била через день по полтора часа вебинары. Смотрите, видео тоже не получается снимать. Тут суть в том, что вы пришли зарабатывать в несколько раз выше, чем на работе по найму. Вы пришли открывать свой бизнес. Вот представьте, вы открыли магазин с конфетами. Но вы говорите, я боюсь открывать сегодня эту коробку для этого покупателя. А вдруг больше никто не купит, она испортится. Я боюсь уходить из магазина, а вдруг меня его разворуют ночью. То есть вот то же самое, Каша Пава, прошу прощения, имя вы не написали. То же самое вы сейчас говорите своему бизнесу. Это не умею, это не умею, это не умею, а 100 тысяч хочу. Хочу 100 тысяч, но вот это я не умею. Давайте будем учиться. Мы вас всему научим. Лилия, да? Всему научим вас, девчата дорогие. Самое главное надо, самое главное надо, как бы взять себя в руки и делать, и идти к своей цели. Поверьте, вам понравится, когда вы будете помогать своим родителям, да, вы будете покупать своим деткам все, что вам захочется. Вот вы знаете, немножко с вами пооткровенничаю, да, когда-то вот недавно я 3 года назад, да, регистрировалась. Для чего? Для того, чтобы вырасти и заплатить все кредиты. Для того, чтобы у меня был полный холодильник еды, да, то есть я вот этого хотела. Я хотела новый диван, да, то есть у меня были такие очень-очень важные мечты и важные цели, потому что там диван разваливался, да, то есть я хотела, чтобы у меня ребенок был не хуже других, которые уже ходили в школу, так ведь? Вот, ладно, годовала я, она еще не понимает, а старшенькая-то ведь уже стеснялась в стареньком ходить. Вот, и вы знаете, до чего я сейчас дошла? Да, я вам расскажу, да, то есть за 3 года мало того, что мы купили 2 квартиры, мы сейчас уже приобретаем третью квартиру для своих родителей, для свекрова, для свекра и свекрови, они переезжают жить в город Киров, и причем свекр, ему осталось 4 года до пенсии, он не будет дорабатывать эти 4 года до пенсии, он просто уволился, он сейчас уже в отпуске, и потом он полностью уходит за мой счет на пенсию. То есть я ему открываю УП, у него эти 4 года будут идти стаж, а он будет лечить свои болезни, которые он заработал на заводе, и будет для нас приносить, то есть заниматься своим любимым делом и приносить для нас рыбку с рыбалки и грибы из леса, и ягодки. То, что он будет заниматься тем, что он любит, он любит ходить, гулять по лесу, рыбачить, да, то есть вот это все. И вы знаете, я очень горжусь тем, что мой бизнес перешел на такой уровень, что сейчас не мне родители помогают, а я помогаю родителям. Причем моя свекровь входит в натуральном мехе, в натуральной коже, в натуральных сапогах. Я весь ширпотреб у нее выкинула, понимаете? Я полностью их одеваю, они полностью пользуются, вот мне все время говорят, куда вам столько много заказов, да, ну это между нами, так как это планерочка, ну в принципе я ее выгружу, но уже час 17, я думаю, до конца смотреть мало кто будет. Да, и я вам хочу сказать, что я не горжусь собой, но мне очень нравится, что я могу помочь родителям, что я могу им оплатить нормальное лечение, плюс я им могу оплатить безбедное как бы существование на пенсии. И они не будут существовать, они едут с нами в Сочи, мы поедем на ассамблею, а они у меня поедут в санаторий, понимаете? В ресторане, скорее всего, вы увидите моих свекров, свекра и свекровь, если они, ну захотят, конечно, пойти. Вот. Марина очень ценна, очень ценная информация, да, вот кто боится звонить, кто боится проводить вебинары, на самом деле, на всякий случай, да, напишите себе шпаргалку, читайте по листочку. Я так делала, я так делала, я так начинала звонить, поверьте, оно работает. Марина, огромное тебе спасибо. Первые 10, на самом деле, звонков так всяк, непонятно как, да, а уже потом я полностью была раскрепощена, да. То есть, и, конечно, когда вы приходите в бизнес и говорите, я это не умею, я это не умею, у меня малая регистрация, у меня это, у меня то. Так вот, у всех в начале бизнеса было одинаково. У всех в начале бизнеса было одинаково, и я вам хочу сказать, что вы идете в хорошей жизни, вы несете в соцсети возможность, как вам даже сказать, да, возможность людям стать реально состоятельными, реально состоятельными и в денежном эквиваленте, и как личность. Вот, да, я читала по листочку, я нисколько не стесняюсь, и это очень мудрый совет от Мариночки. Вот, и вы не представляете, как здорово, да, то есть, вот нам сейчас, все вы, наверное, знаете, да, что у меня у дочки замедленное, как бы, развитие, ну, не умственное, а говорилочка у нас плохо работает, она пока что плохо разговаривает, очень плохо. Вот, мы ищем проблему, и вот недавно нам прописали анализ, он стоит 50 тысяч рублей генетически, и нам точно скажут, из-за чего данная проблема, чтобы ее установить. Мы сделали этот анализ, даже не ждали выплат. Мы его просто сходили и сделали на следующий день, и это очень важно. Вот сейчас ждем результат. Понимаете, как бы, мой ребенок занимается с логопедами, с дефектологами, я все оплачиваю, и все здорово, понимаете, они приходят на дом, они занимаются при мне, да, ну, мне очень нравится. Мне очень нравится работать, зарабатывать, мне очень нравится вообще моя профессия в плане того, что я делаю людей успешными. Успешно не только я, но и моя дочь, старший директор Фаберлик, ей через полгода, 18 лет, она уже старший директор Фаберлик. Моя сестра, старший директор Фаберлик, старшая сестра, а у меня у брата жена вышла на 12% уже, да, тоже скоро будет старшим директором Фаберлик. И вы представляете, как это здорово, да, семейный бизнес, это круто. И я очень рада всем, вот, как вам даже сказать, те, кто поначалу был против, да, вот меня поддержала только сестра, сейчас они уже директора. Ольга Дубяга, тоже наша дальняя родственница, и она тоже старший директор, с выплатами 70-80 тысяч в каталог. Это в перерасчет на, как вам даже сказать, это в перерасчет на месяц более 100 тысяч русских рублей в месяц они зарабатывают с мужем, сидя дома, оба. И мы с мужем тоже сидя дома, оба, куда захотели, пошли, что захотели, сделали. Спасибо, Наташ, за комплимент. Понимаете, живите мечтами, живите целями. И потому что три года назад у нас тоже холодильник был две недели подряд выключен, потому что туда нечего было положить. Три года назад мы звонили свекрови, да, мужу, маме, и говорили, мама, дай нам денег, нам нечем платить кредит, нам нечем платить за квартиру, у нас в доме нету хлеба, у нас нет молока, мы не можем сварить кашу, Вики. И это было, я от вас не скрываю. И то, что произошло с нами через три года, это, конечно, как я часто рассказываю, да, своим родным, близким, еще кому-то. Аня, как тебе удалось добиться успеха? Психанула, надоела жить в нищете и решила сделать результат. Вот, и это от чистого сердца правда. Когда жизнь прижимает человека так, что ему это надоедает, и когда он не прогибается под судьбой, не говорит, ну, это судьба, да, а просто берет и делает, то результат не заставит себя ждать. Просто у каждого своя планка. Кто-то открыл уровень директора, ему нравятся его выплаты, ему нравится его доход, и он не растет дальше. И это его право. А я вот так психанула, у меня вот так накипело, да, жить без денег, что вот я вот выстрелила, и все, я хотела, я горела. Мне так надоело. Я думаю, я сейчас все кредиты закрою, я сейчас квартиру куплю, я сейчас вот это, я сейчас вот то, понимаете, вот прям вот за три года. И вам этого же желаю. Да, просто есть люди, конечно, у которых там мужья денежки приносит, там, да, то есть там один ребенок в семье. Как-то вот им хватает, да, вот. А меня вот, меня не заставила нужда, меня просто приперло уже, понимаете, когда приходит судебная пристава, да, и вот пристава, и смотрят, что писать, а писать нечего, да, потому что вся мебель старая. Они смотрят на компьютер, с которого там, извините меня, мои дети смотрят мультики, это единственная ценность в моей квартире была. Вот, начали смотреть на холодильник, хотели его писать. Я начала как-то, вот знаете, аж правый глаз задергался, и меня жизнь заставила. Я не жалею, я не жалею того, что я первые полгода по 12 часов пропадала в интернете. Я всегда могла посадить дочку на горшок, поучиться старшей, быстренько уроки прибежать. Я всегда все могла, и мне не было сложно. Есть упертая, есть припертая. Да, я была сначала припертой, а сейчас я упертой. Почему-то я должна останавливаться на своем уровне, если у меня получается. Вот и все, я не хочу теперь останавливаться, понимаете. И вам не советую, растите, растите, зарабатывайте, исполняйте свои мечты. Вот. Ну что ж, о конкурсе мы с вами поговорили. Огромное спасибо вам, дорогие мои, то, что вы 2 часа просидели на вебинаре. Вы просто супер, вы просто классные. Вы просидели 2 часа, вы еще пишете комментарии. Вас 90 человек на вебинаре. И для меня это, конечно, огромная награда за такое вот ваше внимание. На самом деле, мне очень приятно, что вы с нами провели все это время. Сердечное спасибо вам за огромный рост, за прирост новых людей в вашей команде. Я вам желаю побед, желаю вам новых уровней, новых статусов, растите. Исполняйте свои мечты с помощью честного труда. И это самое-самое главное. И не забывайте, что ваши директора всегда с вами рядом. Если у вас что-то не получается, ваш директор, ну, никак не догадается, даже не думайте, что он догадается, ваш директор, пока вы ему сами не напишите. Пишите, не стесняйтесь, доставайте. Всякое в жизни бывает. Может, директор ответит вам и на следующий день, но он ответит. Он заинтересован, чтобы вы вышли поскорее на тот уровень дохода, который нужен вам. И это 100%. Это 100%. У нас на проекте все директрисы просто умнички. Просто умницы и просто красавицы. И каждая заботится о своих новичках. Ну что ж, всем пока-пока. Всем спасибо. Жду ваши фотографии. Сейчас полетят призы. Я всех записала в блокнотик. Да, спасибо всем, что пришли.